Следующий вопрос. Как бить, как сказать мягко, в корректной форме, если ваша вторая половина не всегда доводит до оргазма? Я очень нетерпеливая и всегда тороплюсь. Книги я сначала конец прочитаю, потом уже, когда я как узнаю, чем она заканчивается, я спокойно начинаю читать ее сначала. Что такое добро и что такое грех? Вот интересно, да? Несколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Это все лишь, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуйте, дорогие друзья. Поприветствую вас из Таджикистана. Мы сейчас только что закончили наш клуб здоровья. Видите, наши ребята сейчас плавают и в бассейне, и в море. Это Кайрокомское водохранилище, в море все купаются, все и так далее с утра. С 6 утра мы занимаемся клуб здоровьями. Зачем мы ведем клуб здоровья? Она для того, чтобы скорость мышления человека изменить, чтобы концентрация внимания изменить. Понимаете, если вы хотите быть предпринимателем, вы хотите быть бизнесменом, вам придется работать постоянно под давлением конкурентов, под давлением рынка, под давлением инвесторов, под давлением банков и так далее. Вам придется постоянно быть готовы со всеми этими инфляциями и так далее как-то работать. Понимаете? Поэтому вам нужно очень много энергии. Вы должны быть очень много, владеть много жизненной энергии, потому что вам придется это делать. И чтобы ваше тело выдержало каждый раз, когда вот это депрессивное состояние можете пережить. Каждые 6 утра мы занимаемся здесь в клуб здоровьями. Соответственно, что это дает? Это позволяет человеку быть более сообразительным, потому что ваш мозг сидит на базе ваше тело. Ваше мозг сидит на базе ваше тело, он же отдельно не торчит, он сидит на базе ваше тело. Это означает, что как ваше тело себя чувствует, так и будет ваш мозг себя чувствовать. Например, если вы очень уставшие, если вы устали, если вы не выспались, то ваше мозг не соображает, он не соображает, что делать, он не соображает, как быть и так далее. Даже если у вас будут хорошие классные идеи, он не может их реализовать. Или даже если у вас будет время, у вас силы не будут, чтобы это время правильно использовать. Вы проводите его там, то возле телевизора будете сидеть, то там друзьями поболтать и так далее. И так вы все потеряете. Поэтому предприниматели и бизнесмены должны владеть сильными, крепкими здоровьями, чтобы выдержать все депрессивность и так далее. Чтобы потом инсульты, инфаркты не получал. Каждый раз, когда инфляция или потери, потери, можно сказать, определенные контракты, потери деньги, потери имущества, чтобы нервная система мог выдержать. Поэтому мы обучаем своих учеников всесторонно. Одновременно, если обучаем профессиональные знания о бизнесе, еще параллельно обучаем о том, чтобы он внутри был сильным духом. Сильным духом. И здоровье было сильнее, чтобы он мог преодолеть эти случаи. Первый вопрос, который мне хочу ответить. Как побеждать, как разбудить, то есть побеждать в себе силу? То есть, как, чтобы вот эта сила у вас была больше? Дорогие мои, то есть человек имеет в виду, чтобы быть энергичным, сильным и так далее. Это один из способов, как разбудить в себе силу или развивать в себе силу, быть энергичным и так далее. Вы в обязательном порядке должны заниматься спортом. Обязательном порядке выберите одно направление. Это плавание или спорт, или бег, или что-то. И займитесь этим. Почему так надо делать? Потому что это единственный способ, то, что позволяет вам генерировать энергию. Ваше тело, оно генерирует энергию, понимаете? Вы должны работать над собой, чтобы ваше тело генерировало энергию. Например, посмотрите, вы можете сейчас пойти в тренажерный зал, вы поднимаете, может быть, 20 килограмм. Но если год поработаете, тренируетесь, возможно, вы дойдете до 100 килограмм. А почему? Потому что ваше тело генерирует энергию, производит энергию. Точно так же и здесь. Сила, единственный способ, чтобы у вас была больше силы, потихонечку дадите, начинайте опору давать и расширять свои стандарты. Например, каждый день делайте 100 приседаний, 100 пресс, 100 и 100 анжиманий. Если вы не можете по 100 делать, начните с 20. Вот так, по 20 делайте, 20 пресс, 20 анжиманий, 20, скажем, приседаний. А потом дойдите 50, потом дойдите до 100 и так далее. Через некоторое время у вас будет достаточная энергия. Как поступить, если утром сильные слабости нету совсем силы ни на что в связи с болезнью? А, конечно, вставать и бегать вообще силы не останется. Вот, что вы должны делать? Видите, что говорит человек? Что у него силы не остается, чтобы даже вставать, что-то делать. Это связано с тем, что хроническая усталость появляется. Запомните, если силы вообще не осталось, вы физически попитались, делали и так далее, не получилось, начните, пожалуйста, составить список. Составьте список все незавершенные дела. Составьте список все свои незавершенные дела. Тогда вы делите так. Список составили все незавершенные дела. И выберите из них 30. И каждый по одному из них устраняете. То есть решайте. Потому что, когда жизнь на человека много накапливается, незавершенные дела, у человека появляется хроническая усталость. Жизнь начинает морально давить на человека. Жизнь начинает тебе вывести из строя. Ты начинаешь ощущать, что как будто ничего не всплываешь, как будто жизнь какая-то тяжелая, как будто жизнь какая-то трудная и так далее. Это связано с тем, что накапливается недодельные дела, незавершенные дела, очень много. Поэтому, дорогие мои, это один из способов освобождать умственную энергию. Запомните, что в жизни очень необходима вам умственная энергия. Мысли дают вам очень большой поток энергии. Мысли. Мысли поменяйте, и вы начнете очень много делать. Например, представьте, что вы вчера пришли домой после вечерашнего дня, после вечерашнего труда. То есть вчера был какой-то, скажем, банкет, или было у вас там какое-то мероприятие. Но вы пришли домой. Вы пришли домой вечера и были очень-очень уставшими. Представьте на минуту такую картину, что вы вчера пришли и были очень уставшими. Дома, и вам было, можно сказать, очень были уставшими. но вы видели что дети дети разбрасывали все и вы видели что дети все разбрасывали и не успели убрать дома ничего и так далее а потом вы тоже ничего не делала то что были уставшие пошли легли представьте дома кухня все разбросано дети дома все разбросали вы пошли легли спад а представьте на минуту что утром утром с телефонный звонок вы еле проснулись вы трубку поднимали и какой-то звонок идет вы поднимали трубку и смотрите и кто-то звонит и вам говорит что ваши родственники приехали из другого города но они вокзале и скоро они будут у вас в гостях у меня к вам вопрос вы продолжаете спать или станете вы как батарейка дурацель прыгайте быстренько начнете убрать все дома а почему откуда у вас появится в сила откуда у вас появится целя только потому что у вас поменяли смысле в голове поменяйте мысли в голове ведь тут же увидите как сколько у вас будет энергия сколько у вас будет силе и так далее следующий вопрос как бить как сказать мягко в корректной форме если ваша вторая половина не всегда доводит до оргазма видите здоровье очень важный вещь очень очень важный вещь источник наше счастье это в семье семьи и так далее на самом деле это вы знаете почему для животных существует вообще половые контакты для того чтобы родить детей поэтому у животных всегда сезонность то есть когда наступает сезон животных для рождения детей и всевышний создал такого что они приближаются друг другу а у человека такого нету а вы знаете для чем почему для человека всевичный создал именно такой что нам постоянно тянет к этому а почему чтобы мы простили друг друга чтобы мы могли после того когда жизни же много депрессивность жизни много проблем много трудностей чтобы после постель человек начнет себя чувствовать более счастливыми более добрее прощает друг друга обиды и так далее после ссоры и так далее поэтому всевышний давал нам постель не для того чтобы не только для того чтобы рожать детей а для того чтобы мы могли приближаться друг друга заботиться о друг друге запомните это связано с чем связано с напряженной нервной системе если ваша вторая половина не доведет до этого скорее всего вы про мужа и говорите скорее всего про мужа и говорить и просто надо понимать что эрогенные зоны женщины они распределены по другому они разбросаны по всему телу а эрогенную зону мужчина и в области пах в область поэтому связи с тем что эрогенные зоны мы женщина разбросаны по всему телу женщину придется дольше готовиться к этому дольше готовится и еще самое интересное что да скажем что вот пара недели скажем до менструации цикле эрогенные зоны могут быть в одну половину тела а после могут прийти в другую половину тела а это поэтому если мужчина действительно не увлекался этим если он действительно не изучал эти вещи возможно он просто к этому может быть долго дошло и так далее поэтому хоть сколько бы он не будет гладить вам не туда не туда и ничего не происходит поэтому большой роль играет чтобы каждое прикосновение каждый поцелуй каждым понимаете запах все действует на женщина просто если вы чувствуете что такое происходит просто по мягком форме как вы можете сказать скажите своему любимому что я бы полюблю я люблю вот так я люблю вот так расскажите ему то что вам охота то что вам нравится и это нормально это нормально понимаете дарить друг друга то наслаждение которое вы хотите это наша природа его игнорировать не надо это глупо игнорировать то то что источник наше счастье нельзя это игнорировать наоборот просто откровенно аккуратно скажет но не говорит что я не получаю то что хочу выскочит из наш мир охота что эти обнимания мне охота чтобы ти так и так далее будь откровенными запомните если вы женщина вы должны понимать что в жизни вы должны быть пассивными но в постели вы должны быть самое активное вы должны занимать ощущение что вы для него должны быть в жизни жена а в постели любовница понимать больше чем этого вы должны дать ему максимум все то что ему нужен жизни это очень важный момент а как подруга как других моментах жизни как партнер и так далее поэтому чтобы он всегда тянулся его к вам чтобы всегда он обсуждали все свои жизненные ситуации с вами что он всегда захотел с вами куда-то путешествовать это настолько важно для мужчин слова мне передавать но есть еще одну важный момент еще одно очень важный момент почему мужчине быстро с возрастами они очень быстро получают удовольствие от отходит один девушки и женщины они остаются неудовлетворенными потом они страдают это приведет к разводах потом это приведет к тому что начнет можно сказать со стороны искать и так далее поэтому это связано с нервной системой мужчин мужчину надо помогать чтобы он себя чувствовал более уверенными если вы поддерживаете мужу вдохновляете его и подталкиваете к большим мечтам большие достижения он себя будет чувствовать более уверенными запомните сексуальная энергия и энергии достижения она одна и та же она помогает друг другу посмотрите внимательно история вы видите все успешные люди они жизнурадостный они сексуальны и они активнее образ жизни ведут ни один лентяй не станет успешным я не видел ни одного лентяя миллионером никого не видел такого большинство успешные люди они проходят через это о не они все сексуальные энергичные здоровье и так далее активный образ жизни идут поэтому с мужем как надо обращаться если это вашей второй половине говорите мне нравится так мне нравится так и кроме того постоянно поддерживаете поддерживать его мечты поддерживать его вдохновляет его что ты способен ты можешь то ты знаешь почему я вышла на тебе замуж потому что я верю тебе я верю что ты мне сделать счастливыми я верю что с тобой я могу создать прекрасную семью я верю что ты сами лучше продолжаете продолжайте говорить не думать что если ему 10 лет назад она рассказали о тебе люблю он как будто об этом вспомнить нет точно так же как вам охота что постаново заботиться о вас мужчинам надо постоянно говорить это очень сильно помогает следующий вопрос я очень нетерпеливая и всегда тороплюсь даже в походке быстро быстрее быстрыми шагами я как бы понимаю и даже заранее готовлю что не буду торопиться и не буду выходить из себя но не получается я уже даже папа по парке спокойно пешими шагами не могу ходить книги я сначала конец прочитаю по потом уже когда как узнаю чем она заканчивается я спокойно начинаю читать его сначала но интересный подход у вас также и фильме я сначала смотрю конец а потом начала я никак не могу как уравновешиваться вам надо просто воспитать в себе терпением терпение терпение с чем связано с мудростью развивайте в себе мудрость у вас постепенно в характере формируется терпение наберите терпение постепенно постепенно уловы ли есть много способов как воспитать всей терпении как виде привычки виде привычки я держал пост чтобы себе воспитать терпение древнее время святые люди просветленные люди своим ученикам как воспитывали терпение три дня его посадили только на кипятке а им охота же кушать охота что-то делать и так далее это было один из способа терпения воспитать в себе то есть твой разум начнет концентрироваться фокусироваться и побеждать твои желание сейчас у вас желание перейди ваши ума идет поэтому вы вот хочу узнать свой конца как заканчиваться хочу того и быстро бежит вперед вот рекомендую вам каждый месяц по три-четыре дня держать пост если семь дней держите пост либо только на кипятке сидели просто отказаться от еду и так далее пост ваш разум станет сильным это один из способов второй способ объявите себе три дня мальчане это это тренировка которые духовные люди делали что воспитать в себе терпение например мальчане что значит мальчане 3 дня просто только мальчите трое суток ни с кем не разговаривайте у вас будут внутренний голос проспаться у вас будут мучение первый день вообще ужасно будут мучение первый день но вы делаете этого когда вы это сделаете день мальчане вы знаете что произойдет с вами у вас внутри все выливает снаружи у вас буду охота как разговаривать и так далее вы начнете заметить, как люди много лично болтовню рассказывают, вы так, озарение у вас пойдет, просто озарение, понимаете? Вы тогда начинайте видеть вокруг, что творится. Вы начнете видеть те вещи, которые вообще раньше не видели. Вот после этого постепенно у вас внутри будет восстанавливаться уравновешенность, спокойствие и так далее. Начните с этих 2-3 упражнения, которые я рекомендовал. Так делали духовные люди, так делали просветленные люди, так воспитали своих учеников, чтобы у учеников формировалось терпение, зрелость и так далее. Объясните, пожалуйста, что такое добро и что такое грех? Вот интересно, да? Другими словами, что такое добро и что такое грех? Добро – это то, что вы делаете, то, что польза, которую вы принесете этому миру, тот польза, которую вы принесете людям и все живым существам. Грех – это то, что вы принесете боль, то, что вы разрушение. То есть любые разрушительные действия, которые вы делаете, разрушительные мысли, которые вы допускаете, если вы принесете, вы станете причиной страдания других людей и так далее. Понимаете, судный день измеряет все ваши добрые деяния и ваши грехи. Потому что и это поступок, и это поступок. Только один созидательный, в другой разрушительный. Это я так императрию для себя. Возможно, вы мне… То, что я для себя объяснил, может быть, вам тоже будет понятно. Так написано в священных книгах о том, что судный день измеряется со всем. Не забывается. Даже малейшие ваши добра не забываются. Малейшие ваши, можно сказать, плохой поступок тоже не забываются. Вы знаете, не бойтесь, не бойтесь банкротиться в деньгах. Ничего страшного. Самое настоящее банкротство – это в том свете. Это настоящее банкротство, когда вы попадаете в том мире, так сказал пророк, что если в том свете, когда человек попал в судный день, не дай бог, его, можно сказать, грехи будут больше, чем добро. Например, представьте на минуту, что у вас добро вот столько, и у вас грехи столько оказались. А потом появится другой человек, который говорит, этот человек мне должен. Или кто-то пришел и говорит, этот человек мне когда-то притеснил. Или кто-то говорит, который этот человек принес в мою жизнь боль. И говорят, что это пророк сказал, что твою доброту возьмет, отдаются ему, и его грехи добавляют только тебе. Соответственно, у тебя что, увеличиваются грехи. А если, не дай бог, тот день, твоя доброта заканчивается, и тебе ничему расплатиться с твоими грехами, грехи, вот тогда ты настоящий банкрот. Поэтому при жизни, что надо делать? Надо сделать так, чтобы после тебя, твои добрые деяни, продолжали еще принести добро. Что сказал пророк? Сделайте так, сделайте так, чтобы поступки совершайте, которые после вас, еще продолжать добро принести. Например, вы сажаете дерево, после вас дерево дает плоди. И люди, которые будут благодарить и так далее, продолжают эту благодарность. И соответственно, до судного дня это идет к вам добро. Вы одного человека обучали добрый поступок, одному человеку научили, знания давали, а этот человек начал измениться и делать добро. Любое добро, которое он делает, столько-то добрый деяние пишется, и на вас тоже. А он обучал еще кого-то, он обучал еще кого-то. И это все точно так же на вас пишется. До самого судного дня. Вас нету живим, но добрый поступок, который вы сделали, она увеличивает к вам добро. Вы уже ушли от жизни, но доброта ваша увеличивается, продолжается. Вы какой-то нибудь с села или района воду привезли, окоп копали, дорогу построили, больницы строили, школе построили. Вас нету, но это же добрый деяние, который, то есть, сколько-то школа будет принести пользу этим людям, и к вас будут продолжаться добро описываться. Поэтому, пока вы живете, сделайте так, чтобы после вас тоже, на вашей доле, добро было больше, 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 чтобы в судный день вы могли рассчитаться, чтобы вы могли победить. Потому что у нас, мы люди все ошибаемся, мы слабые люди, у нас много слабостей, много упущений. Поэтому, если мы сделаем больше добрый деяние, чтобы даже после нашей смерти это все работало, тогда ты достигаешь бессмертия. Смерть слабо перед добрым человеком, смерть слабо перед духовным человеком, духовный человек еще при жизни побеждает смерть. Поэтому его имена остаются на веках. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям, кому вы читаете, что эти, скажем, эту рубрику помогают, эти вопросы, ответы помогают. Сдавайте актуальные вопросы, с удовольствием отвечим. К вашим услугам, с вами вам доброго. Я хочу, чтобы помогать больше, конечно, людям.